Это мой Максим, можно в сторону угла. Всюшу бери, пожалуйста. Я представлю вам. Мы познакомимся. Михаил Борисович Капец. Ихтиолог, кандидат биологических наук. Совершенно случайно произошла наша встреча. Может быть она даже не совсем случайна. Я думаю, эта встреча будет началом достаточно интересной работы. Она интересна будет и в научном, и в познавательном плане. И работа эта, наверное, будет даже где-то по профилю нашего клуба, предприятия. О чем пойдет сегодня речь? Наверное, будет это лучше всего рассказать Михаилу. Я просто вступительное слово сделаю. Ну, наверное, год назад, совершенно, может быть даже случайно, мне в руки попалась статья. Это тоже была статья Михаила. Достаточно какого в нашем журнале? В журнале «Руболок». В статье говорилось, что на Анадырском Нагоре есть озеро. Называется озеро Иль-Гын-Гын. Озеро, не тающего льда. Вот чем это озеро интересно, мы сегодня послушаем, он расскажет. И есть серьезное намерение, но не в этом, наверное, году, потому что это очень серьезный. Это достаточно объект и требует достаточно серьезного подхода. Мы его исследовали. Вот Михаил расскажет вам сегодня, чем интересно это озеро, его историю, его биологию и немного географию. А потом мы уже пообщаемся, задаем вопросы. Ну, пожалуйста. Ну, я вас представлю, это все, значит, члены клуба, предприятия. Олеся, Максим, Кирилл, Данил и Оксана. Ну, я, ну, еще я скажу, подойдут люди, вот. Люди подойдут, потому что, ну, многие заинтересуют, многие неинтересно. Ну, давай. Так, ну, что, лодер Ашан действительно уникальный. По многим, многим параметрам таких подаем на земле. Сталутской губой and in anander. Образовался кратер, где-то 17 км диаметра, по километру глубины. На đây шло это 3,5 млн лет. От 3 до 4. Вот, пока аромано. Значит, сейчас кратер где-то, ну, примерно половинно объема заполнен насадкой. Потому что площадь ходосбора, практически, необычная. глубины средние больше ста метров в профиль у него как у глубокой тарелки какой-то относительно в некоторых местах относительно пологие склоны потом более крутой свал или почти плоская в других местах где ручьи заносит песком котловину и выпадает крупный ручей северо-востока там по другому естественного откоса как же из дорожной массы граждан по 35 песок уходит в глубину вчера нарисую вместе что поправить то есть это вот такого плана да только кое-где склон сам до 100 метров в глубине прямо от уреза воды прямо от уреза воды а кое-где там действительно около километра бывает то есть здесь это расстояние бывает километр до 10 метров а есть места где она уходит в темноту буквально склон как вот и разрешена максимально я нашел 155 вот что интересно там или это тоже у дна максимум что было в августе 350 на 100 5 метров и в июне 155 было два с половиной то есть теплее вода плюс четыре года на него вот значит фотография это южная сторона озера вот там идет той долинки идет речка мы вам которая впадает она то есть на озере практически нет обрывистых берегов пару участков есть скалистые берега но там всегда есть вечер в основном берега тундровые леса там нет вообще никакого кустов совсем не стелющиеся его то есть топливо все надо брать бензин принуса потому что там топлива нет фотография сделана в первых числах июля когда лед уже начал разваливаться но еще на лед можно было выходить большая полынья устью впадающего в руче а так полынья в трещинах еще даже можно было выходить на числа двадцать пятого июня мы спокойно работали если появится в конце мая то будет месяц спокойно поработать на толстый до 180 метров прозрачность воды по диску сетки подо льдом было 40 метров и двадцать пять когда когда в конце августа когда 20 сетями максимум где-то мою воду прозрачность двадцать пять метров по диску все равно очень когда эти глубины метров 15 совершенно спокойно смешной эпизод был когда геологи а он как раз оказался в том районе где в ручей впадает садать рисунков и заносит котловину и он оказался над ним склон помнишь ему показал сейчас вот полонистик обработка ростом дно и ускользит то есть он почувствовал что воды под ним нет то есть я настолько перепугался пожилой боже перепугался столько что он еле-еле до гроб до берега и он не подходил даже к берегу боялся реально перетрухал по страшному вода вода странная вот то что писали вроде диетерии я не знаю но вода необычная те кто бывали на байкале говорят как на байкале она вроде как подвал надо по-другому нужно немножко вроде более вязкой цветность воды вода фиолетовая то есть нет синего и нет зеленого оттенка там и не просто вечер пища то есть издали когда прилетаешь поведет солнышкой погоды кажется что просто на коричневый картон пролили черный во многом она представляет собой мини океан в частности там пищевая цепь идет именно как по океаническому пути планктон рыбы которая придет он тоже потом пишет значит это снято начале июля в конце июня подувритель с севера и на южном берегу для избушек и все это поле сдвинулась и выдавила на лед поломал для лет после этого еще долго стоял очень хорошие закаты там белая ночи 68 градусов северной широты и вот видно что на северной стороне вот эти горки они высоту имеют абсолютно под 900 метров эти пониже и туда водораздел уже начинается свал в сторону чарландской губы там равнина в эту сторону везде бассейн надо ли сюда бассейн надо сваливаешь и если пройти немножечко пересечь одну речку на восток на запад попадали бассейн большого в колонии в колонии самые-самые только за счет того что метеорит ударил по этой вершине хребта ну вот так выглядит тундра на вся в цветах в июне июня красиво ровная тундра горы как вся чукотка вот значит метеорит давил вершину хребта соответственно озеро не имеет практически водосбора за счет этого водоем такого небольшого типа существует уже три с половиной миллиона лет в среднем озера этого размера больше чем сто двести тысяч лет просто не могут существовать и заносит то есть некоторые метеоритные кратеры на украине два кратера нашли только когда бурили осадки глубине двух километров вдруг встретили озерные отложения пошли глубже непонятно как это озеро могу в кристаллическом щеке пошли еще глубже там нашли эти самые импактные стекла то есть продукты взрыва смешалось немножко гиаритное вещество и в основном вещество для мишени получили что тепло что-то вроде обсидиана черные отладанные куски тогда доказали что там был крафик но это все погребено изнаружи он не появляется а здесь подлетает действительно кольцо гор и чуть посмещено по оси но смысл чем заключается то есть получается любой водоем допустим если он скажем где-то находится в долине то есть допустим между гор да допустим озеро то есть вода стекает если какая-то котловина есть она начинает заебиваться то есть три с половиной миллиона лет это срок который заебит может любой водоем а здесь получилось что как раз хребет метеорит ударил вверх репта вверх репта и образовалась вот такая вот структура структура образовалась в результате речки которые берут начало не весь сброс делают в сторону туда песок не попадает узора не заигрывается за его не идет видимо вот тут рил который там есть за счет диатома водорослика сносит довольно сильно именно там где самые высокие горы с той стороны с какой самый высокие горы там такие как бы лёша полуострова но немножко сдавлю на другую сторону отдавлю другую сторону как ловили то есть несмотря на то что водосбор очень маленький на половину его уже можно 5 3 4 градуса развернуть его вот другую сторону другую вот так вот отлично блик исчез полностью он видно хорошо очень много информации есть книги вот есть книга да вот я хочу предоставить уже книга называется природа впали на сборник который мы подготовили в нашем институте собрали все что было в принципе у нас геологов у коллег поэтому то есть все просто там очень даже но на то когда год издания не помните второй на то время мы постарались поднять все но с тех пор там было место интересных экспедиций в частности брали керны сколько-то метров набрали колонку осадка там можно много чего вот этот вот этот снимок он как раз был в журнале в рыболовном видимо да да возможно да вот хищник погоницкая поле колец все гольцы кольцовую рыбу на этот еще известен стоим на 3 всего он есть по северу по всем северам просто стримы ровно жизнь типичный хищник очень крупный эти два водятся только в озере больше притом этот голец моворота и поле он писан как новый вид а этот хотя родственник гольца написано как новый в северном веке описано всего два рода в северном веке описано всего два рода в северном веке там вода очень там вытекает речка по ней из-за надря в северном веке несколько раз ускоряется сколько отделения в михаил на текущий момент вот этот вот сборник на том что на таком здесь Здесь мнение было такое, что озеро в результате либо вулканического, либо метеоритного. Сейчас доказано, что это метеорит. Почему озеро еще заинтересовало? Все экспедиции, которые на озеро делались, они какими-то странными сопровождались явлениями. Можно рассказать? Это необычная погода. Это озеро, ну что-то вроде порога, место само, там перевал. Это горный перевал практически между бассейном Чавловской губы, где климат море лаптево. Потому что сырое, холодное, там льды стоят до середины лета. И Анагарской лидной, которая все-таки довольно-таки прогревается летом. Поэтому там постоянно ветер, то значит север, юг, то юг, север. Редко шкиф бывает, туманы очень такие мощные, резко температура может отпрыжить. Когда на озере лед, то в июне, при южном ветре может быть плюс 25. Чуть потянуло с севера, за 20 минут температура падает до мезда. У нас одна девочка, Беликович, как раз убежала, один раз маршрут в футболке. Маршрут не дошла далеко. Смотрю, бежит бегом обратно. А стоит самописец температурный. И там буквально вот так. Пум. На 25 градусов за несколько минут температур. То есть там, да, озеро в списке водоемов, где видели, что-то выглотно с кучей. То есть выжить, но там, конечно, не смог. Не хватит корма. Одно из знаменитых Якутских озер, где видели, в этом, наши, в двери, там поработала экспедиция с Академией наук, проверила рыбопродукцию озера. И в отчете было написано, что озеро может прокормить одного динозавра весом 7 килограмм. То есть этот вопрос благословище закрыли, что он все думает, что там. Честно, по научным меркам. То есть те большие щуки, которые там живут, вот один может, одна собака может прокормиться. Больше вне 500 метров. То есть озеро на высоте 500 метров над уровнем моря. То есть если с точки зрения дайвинга, это уже альтитюд. Для Чукотки это высота. Альтитюд дайвинг. Скажем так, там в любой день вода может быть снега. Сравнивается условие обитания рыбы с озером в Канаде, которое является самым северным водоемом вообще, где водится рыба, в принципе. Там, допустим, 81, 82 градуса, 13 градусов, на 13 градусов. Зато выше. Немножко выше. В смысле, по высоте над уровнем моря и холоднее получается. Климат, скажем, Хейзен немножко холоднее поведен. Но в общем, эльтитюд, блин. А самостоятельное озеро уникальное. Озер с таким температурным режимом и с рыбой, я думаю, тоже один. Кстати, насчет чуда, некоторые есть информации о том, что, ввиду того, что вода в озере представляет весьма собой огромный жидкий кристалл с устойчивой динамической структурой. Изредка мной происходят какие-то перемены, и вода вскручивается, и она чудовища вот так. Есть такое... Может быть, но я не думаю, что это доказало. Это предположение, да. То есть, когда я прилетел туда с одной из ботаников, дамой, которая немножко увеличена всеми этими внеземными делами... Астральная, короче. Астральная женщина такая. Она только вышла из металлета, начала крутить голову и говорит... У-у-у, как тут интересно. В общем, там энергетические какие-то столбы оказались. Чуть ли не открыты там в космосном, окно или что-то. Коридоризм. То есть, каждый человек находит свое. В общем, равнодушных там не стоит. Конечно, ехать туда надо, если малейшего. Да, но... Местность странная, она очень... Бедная, в плане природы, там нет леса. Да. Там очень тяжелый климат. А что там вещи, полывательства? Ага, сейчас... Бедная, бедная, но не кида. Несколько... Сгоняемся. Вот здесь, я забери вещи. Афадим, 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 афадим. Афадим, афадим, афадим. Афадим, афадим, афадим. Ну, не за всем. Они курились по всем этим ходилам. Но, примерно, через день-два в поле лени афадимы. В общем, нам, ну, как бы добыть на котел не составляло трудно, когда мы там работали. Не особо не было. Оленя много, оленя дикие действительно. Хотя маленький там, когда просят есть явно состав, с белыми пятнами, светлые. Собоят, но афадим, какая настоящая. Птиц там уже там было много. Ну, по крайней мере... Кулики по тундре внездаются. Озеро непригодно для уток. Поэтому там, в почине... Кое-какие редкие хищники. Там, кречет внездаются. Ворота внездаются. Орла на критере. Или орлову, где-то тут видели. А так, по куликов по тундре не может. Орла на критерах. Да, туда доставка. То есть, речь о чем идет? Речь идет о том, что перспективно ли вообще, как объект вот этого озера, в плане дайвинга и... Как материал вот для, допустим, для работы, для фильма, для какого-то. Или экспедиционного. Да, вообще, было бы текло, выживание там. Никогда. Никогда никто, насколько я знал. В озеро никто не погружался ни хрена. Одна группа на меня выходила лет 7 назад с материка экологиста. Но когда они узнали, что вода плюс 1 на глубинах... То есть, в то время, когда технически... Они, в общем, потеряли интеллигность. Тем более, что там, конечно, нет скальнических обрывов. Нет, ну там полугие склоны есть. Там есть и полугие... Размерно, ну, градусов 30, то 100 метров, да. Нет водорослей. Нет водорослей. Единственное, из объектов съемки, там могут быть рыбы, конечно. Особенно, если удастся добраться до большой глубины. Или же подловить их, когда ночью... Не все видят, но так малородные пали ночью выходят. Там сама прозрачность. Прозрачность 40 метров, это нормально считается. В использовании глубоководных, самодвижившихся аппаратов. Да, это первое. Второе, и технически. Дело в том, что технически, скажем, озеро удалено. Во-первых, оно высокогорное, это накладывает отпечаток на специфический нырядник. То есть, это артитюд-дайвинг. Вот, даже если там произойдет, как бы, техническая какая-то неисправность или несчастный случай, не дай бог, то добираться транспортировка только самолетом. Пострадавшего транспортировать нельзя. Вот, следовательно, вопрос возникает, взять туда барокамеру. Но барокамеру даже мягкую наполнить, нужен большой объем воздуха. То есть, это надо его туда везти, либо привезти баллоны и там его приготовить. То есть, сразу, как бы, вывод напрашивается. Если там нырять, на этом озере, ехать туда, туда нужно готовиться и тренироваться, чтобы там вообще были исключены любые возможности, заболевания какие-то специфические. При том, ну, как бы, если туда уже выезжать и нырять, то нужно, вот есть предложение по этому году, ряд тренировок провести по северу Хабаровского края, где есть более высокогорные озера с подобными условиями. То есть, отработать методику работы в лейк, чистый лейк-дайвинг. Что этого никто не делал, ни в Москве, нигде вообще информации по высокогорным ныряем. Вот прошла информация, что в Тибете группа погружалась околонгистов, тоже какая-то впадина на высоте трех с половиной тысяч метров. На сегодняшний момент это официально зарегистрированный рекорд высокогорных погружений. Да, если учесть, что самая интересная рыба это длиннотерое палие. Никто не видел эту рыбу в естественных условиях, то есть, как она там ведет себя, как питается. Сейчас я еще покажу обувище. Есть парочка снимков. А питание это палие, в принципе, такое? То есть, одна ест планктон, а остальные все едят две. Две маленькие едят планктон, а хищник ее ест планктон. Хищник ест эти два видя. Причем планктон как таковы у нее только водоросли. Вот как это выглядит рыба. То есть, она сам отпечаток на нее. Очень странно, наверное. Напоминает кистеперу. Кистеперу в лакомедию, да. Но, по сравнению с ним, конечно, это рыба. Это лососевая рыба, да. Михаил, можно чуть-чуть довернуть ее? Нет, в обратную сторону. Вот так вот оставить. Она очень хорошо на экране видна. Сейчас я ее увеличу. Вот это вот длинноперая палия, да? Да. Вот та рыба, которая вошла как новый рот. Там там рассматривался? Да. Новый рот, да? Там циклопы, но формы какие-то странные, стрелецкая. Там у них, я понимаю, закопалась и особо ничего не смогла сделать. Но формы были необычные. Ага, да. Там циклопы, да. Ну, по диатомовам нашли, по рыбам нашли, по водяным клещам нашли. И так далее. И так далее. То есть там еще и работает. Вот у меня есть единственный снимок. Это я снимал с поверхности. Вот видно немножко прозрачность воды. Значит, это просто в лунку я опускаю, чтобы поплавать, вытащенную из сети. И она на этих плавниках парила к самолете. Немножко перебегает очень плавно. Это вот как раздлина первая палия. То есть, конечно, такое снять в глубине, где явно могут быть стаи. Она должна, судя по как она устроена и как что-то в желудках, она должна парить, не знаю, до дна, до одного-двух метров. Стаи должны двигаться. Может быть что-то совершенно так же. Возможно они двигаются абсолютно с минимумом затрат энергии. Наверняка. То есть эта рыба живет круглый год. При температуре около двух до трех градусов. Мне есть лица, похоже, круглый год. Единственное, устроение уже не меняется. Порцелоны. Порцелоны, да. Ну, скажем, я находил, не знаю, порционные или разовые, но я находил, в один и тот же сезон, восемь и весной попадается рыба составить. Зрелый, текущий, подливающийся. Вот, кому надо интересно. То есть, конечно, это заснять было бы уникально, но глубина. В основном это нужно достичь, к примеру, восьмидесяти. Мельче. На шестидесяти, я думаю, реально ее находить. А иначе... Но ночью реально, ночью реально ее встретить и... Можно, но это, я думаю, будет год одиночной рыбы. К примеру, в сети она в масте ловилась только на глубинах больше шестидесяти. Михаил, еще вопрос. Вот вчера Вы говорили про... И сегодня затрагивали про уникальные свойства воды. И вот, что происходит вот с этими термолинзами или как их назвать? А, ну это тоже... Вот Игорь Черешнев, он мой шеф, сейчас в лаборатории, он тоже бывал на озере. Мы с ним совместно вот как раз нашли эту вот новую рыбу. И ему повезло, он еще дважды побывал, я четыре раза там был. До девяносто первого года после этого не было. А он еще дважды ездил после этого. Вот. И они обнаружили такую картину. Вода плюс один на поверхности, она относительно легкая. Если она нагревается, прогрев у берега, она становится тяжелее немножко. И образуются какие-то пятна с относительно четко очерченными краями. размером десятки метров. Пятна с желто-зеленым отливом, заметным невооруженным глазом. То есть это цветение. В тех пятнах, где температура выше. Но так как эта вода тяжелее, она начинает соскальзывать по словам. Это прямо видели, как это шло. И, вероятно, там начинают перехватывать. Остывает. Остывает. Плюс четыре. Да. Но, по крайней мере, это все очень странный механизм. На мелководье вода прогрелась и стала потекла. Причем потекла не в виде струи какой-то размытой, а в виде какого-то образования. Вот чем странно эта вода. Линзы. Да. Они назвали линзы. Хотя, конечно, были так вот с какими-то мебовидными краями. Какие-то геологические термосы. Ну, фактически, это действительно ли водяные линзы? Ну, вот эта вот информация по кристаллу, по изменению структуры его. То есть, туда надо продумать очень хорошо, обговорить с гидрологами программы, специалистами, может быть, с теми, кто работал на Байкале, что они посоветуют, какие взять пробы, что они... Кто там работал? Есть такие гидрологи? Насколько я знаю. Ну, по крайней мере, для этого сборника мы постарались всю информацию подобрать. Не было публикаций, которые касались этого озера по качеству воды. Литература есть такая популярная. Это сборник дальневосточных исследований и приключений. И в этом сборнике есть статья, она в трех номерах выходила, о древней истории озера, что среди местных народов озера всегда было закрытым местом посещения. То есть, они считали, что озеро недоброе, как дурное, населено духами, в озере живут духи, причем какой-то у них там своеобразный дух, то есть, он очень большой, страшный, он появляется на поверхности озера. Два геолога, вот описывается этот рассказ, два геолога придя на озеро, притащили с собой местного проводника. Ну, там как бы факт знаменательный есть, он нюхал мухоморы. Но факт тот, что ночью, я не знаю, в техническом отношении... Идя, нюхают их едят, причем обязательно нечетное число. Нечетное число. Нечетное число. Нечетное число. Почему это нельзя? Ну, так же, как женщине, нельзя металловы капать. Вот такие поверья. Можно это, правда, не знаю. И факт тот, что события так и разворачиваются. Двое этих геологов выезжают на озеро рыбачить, переворачивается, налетает ветер, лодка переворачивается, и один из них начинает тонуть конкретно. То есть, он теряет сознание, все, его вытаскивает собака этого проводника. Вытаскивает. Ну, в знак благодарности, не знаю, там, пили они, не пили. Но факт тот, что ночью сорвался очень сильный ветер, пошел дождь со снегом, вот, вроде как, и звуки они слышали со стороны озера, и земля вроде тряслась. Но факт, что этот проводник выскочил из палатки, и утром они его нашли мертвым. 200-250, ну, как бы, метров там, от палатки. Ну, вот такие. Может, там четное число. Ну, наверное, на четном числе. Конечно, там могут быть случаи. Смешивается с домашними, то есть, человек теряет колени, у него есть 20 патронов, может, убить 20 патронов. Все. То есть, теряли на чукотке за счет того, что у вода дикими теряли тысячи оленей. Единовременно бригада теряла все, что нет. Все. В конце 80-х. Поэтому именно это ставится, бесчинство. Поэтому чубчик, они, которые оленеводы, они туда под страхом смерти не ходили. А больше это делать нельзя. А без стат, там? Конечно. И не пропадешь. И пропадешь, не дойдешь, они же, у них же транспорт оленей были. То есть, поверье о духах это объясняет именно эти. Ну, в первую очередь, да. А мухоморами тут район славится. Даже южнее было деревья, называлось мухоморами. То есть, жители того района с этой чукоткой торговали мухоморами. Сушили и меняли. А там шиль шел, да? Да. Там местность в болоте все, нет? Болот мало. И они все, все даже мерзлота. То есть, топкий болот нет. Есть сырые места, а в основном тундра. Она сухая. То есть, где-то муха, где-то просто щели. Ну, само озеро в олененение не попадало, да? Там есть сланика, ничего не березки. С слани гораздо южнее. Березка тоже. Там выглядит вот так. И даже более голая. Местами качкарник, местами пучки нет. Трава. Трава шикша, голубик или гусник или все-таки. В августе средняя температура какая? В августе? Ну, я говорю, в 79-м году за август было 8 снегопадов. За август. То есть, половины дней в августе я падал или лежал снегопад. А самое теплое время там? Да нету там округа зима кругу. Нет. Девают воды. Там будет плюс 20. Будет солнце. И в июне могут быть, и в июле, и в августе могут быть дни. В лесене? Да, конечно. Не, ну, в сентябре там ледостав, значит. То есть, в конце сентября, я думаю, уже ледостав. Ну, то конец июля начала в августе, на самые теплые периоды, да? Да, конечно. Но, так как температура у озера плюс 1, если ветер дует с озера, там все равно будет плюс 5. Нет, не стиль дня. Все равно. Поэтому. А вот есть когда южный ветер, там тепло. Тепло может принести тучи комаров, которые там сразу исчезают, как только дует сей. Ну, важный вопрос с комарами. В принципе, там это не проблема. Отдельные дни, самые теплые, когда на них не очень обращаешь внимание, потому что радуешь и тепло. А в основном там холодно. Комаров немного, они довольно злобные. Ну, например, сейчас если идешь по тундре, если может быть ветер 15 метров, он заходит в твою ветровую тень, из травы поднимается вдоль тебя, вот так, и одна щека, может быть, искусственная. В принципе, про озеро, наверное, все. К сожалению, там давно не было. Ну, то есть, вот последняя информация по озеру, что… не было. Какая деятельность на озере сейчас ведется неизвестна? Я так понимаю, вообще… то есть, выяснить можно, но я… ближайшие… я не знаю. пункты… Певек… Певек… Ближе к Певека, по-моему, ничего. Сколько километров? А, нет, есть рыдкучи, но это все равно больше 100 километров. Певек около 200, то есть сейчас как-то так. Певек на север оттуда. А надрь на юго-восток около 200, там под 400 километров. Озеро еще чем уникальное, то есть в геологическом отношении, там по… вокруг озера… Конечно. Вокруг озера… полно этих пород, которые образовались в результате падения метеорита, то есть импактиты, да, называются? Там валяются кое-где, можно найти эти полы. Не то, что их полно, но есть конкретные места, где довольно мощные выступки идут. Да, это вот оно. Давид, чуть назад прими. Ага. Эти карты… это озеро… Оно даже на мелкомасштабных картах выглядит действительно как прокол. Дыка. Совершенно круглая дыка. То есть не так много кратеров сейчас видно. Вот два видно очень хорошо на канадском щите. Вот на карте Канады можно увидеть два кратера на любом масштабе. Две структуры там четко прорисованы. А вот у нас уже… Ну вот, ну еще по озеру все надо. Да, спасибо большое.